добрый вечер разбирать решила лоты вчерашний и покажу вам сразу надо же чего начать но наверное придется начать с птички потому что я вчера не удержалась я ее вчера разобрала и вот здесь вот да получше сегодня покажу я сняла камешек потому что он как-то некрасиво стояла и вокруг какой-то клей или что-то было такое мне пришлось здесь вот немножко подпилить чтобы была ровная поверхность потому что я потом посмотрела получше мне кажется что булавочку паяли да видите как-то вот мне так кажется да но и тут вот этот замочек смотрите как он хруном ходит но я так не знаю так надо или нет ничего не могу сказать данную булавка мне кажется что здесь другая потому что она слишком толстоватая может быть для этой брошки так и надо но видите вот здесь по и на и я сейчас скажу почему значит камень этот стекло до простой его даже когда наносили краску это немали краска покрасили сам камень потому что наверное птичку раскрашивали вручную после того как она была сделана да про этот камешек почему я решила что это было паянное для сейчас покажу вот смотрите вот он да я его сейчас подпилила со всех сторон вот здесь вот вот так вот убрала здесь такая была как плавленое стекло я знаю как это делается она такой получается как петушки варишь у нас тоже есть стекло и можно там шарики делать и всякие фигурки и здесь мне пришлось видите я не все убрала вот как бы камень и его поверхность щёсаная она вернее не то что щёсана она просто расплавлены и вот это мне пришлось обтачивать но я уже оставлю так потому что когда ложишь вот на ровную поверхность да сейчас покажу видите что было поближе 1 секунду уже запылились вот видите вот когда ложишь вот здесь вот так видно наверное видно вот видите вы так как бы выщерблены да но и здесь не хватает камня потому что он расплавился да и они видно вот когда эту штуку паяли до камень не сняли я так понимаю и от жары от температуры плавления камень расплавился но это точно по моему не пластмасса я не знаю да потому что не пахнет пластмассой такой он попробую может это и пластмасса мне показалось что это стекло я так не знаю в общем я его залью гелью и только тогда восстановлю чтобы он был полноценный камень вот без этой вот щербинки тогда только его сюда приклею вот так что это птичка моя дам значит вот нашла и вторую броску чтобы две вам вместе показать третье не помню где не нашла ну и это я так выложила сегодня потому что сегодня старый новый год что были снежинки и хочу вам показать фигурка к тележка видите на острике ну и тут мои сокровища такие которые я вот одевала ближайшие дни или хотела одеть вот такие нам значит эти две брошечки тоже я все примеряла там расправляла вот сюда камешек забыла поставить а это расправляла не знала как распрямить правильно там вот и вот такую ящерицу хочу вам показать хозяйка медной горы я ее показывала сегодня хочу показать потому что наверное там покажу один вот еще который пришел мне вчера это такая птичка я ее подремонтировал что-то еще делаю вчера но я сейчас не вспомнила вот цветочек видите я вчера его тоже показывал он был так согнут вот я его расправила так вот теперь вот он теперь будет носиться вот так вот этот желтый тут это такое это я просто примеряю всякие вещи да значит хочу всех поздравить со старым новым годом но сейчас уже никто его конечно не праздную причем сегодня пятница 13 так но хочу показать вот еще одну картинку саша рисовала да она наверное не помню в интернете нашла может быть такую открытку или откуда-то но она у нас висит на кухне и я сегодня праздник палец испачкался видите всем показываю вот сейчас попробую салфетки вытереть не знаю куда уже залезла вроде бы не должна была никуда ну вот и вот такую картинку хочу показать да очень когда она вот и не знаю как смотрится вблизи но когда она висит на стене такая газировка очень так вкусно сразу хочется попить лимонада сладкого вот поэтому я вам тоже хотела показать на старый новый год вот такая да теперь дальше покажу вам у нас птички а вот да вот это просто я тоже подправил только не вклеивала маленькие камешки оказалось что у меня таких очень нету но зато я перевернула бусинки я их почистила и перевернула они были там обтертые я их немножко вот здесь расправила вот вот эта брошечка да такая вот и теперь у этой брошки с ней вернее в одном лоте был вот такой вот такая веточка да ты кстати веточка с именем это тоже такой или краской или что-то какое-то видите чернение не понимаю тут так надо или за загнуть надо и видите тут какой-то бренд сейчас и возьму прочитаю попробую это по моему эксклюзив да видите вот не знаю вот такая она она в очень хорошем состоянии как будто бы вообще новая может быть она более современная тут же в этом лоте была был вот камешек я нашла видите какой посекусенький это из этой брошки нажила в кулечек и чтобы знать откуда он теперь вот такая вот я ее называю дорога вдаль загогулинка ну или так немножко она такая загогулькой тоже без бренда без ничего просто обыкновенное такое украшение бантик бантик знаете как иногда бывает носит бабочки я думаю что это не очень старая тут немножко вот надо наверное будет видеть и подогнуть вот такой бантик с такой бусиной это если допустим девочка в рубашке можно всегда одеть под самый воротничок красиво следующая брошечка вот такая такие у меня есть их несколько не разных цветов это вот такая это нагрузка это я показываю вот этих две вещи из-за чего мне нравились а это остальная нагрузка к лоту вот это еще мне колечко понравилось я веночки не люблю но вот этот такой вот видите он почему-то мне очень понравился потому что он такой тонюсенький проволочка такой прям вот видите веночек веночек такой ненавязчивый или колечко есть вот такой вот что вот это я не знаю но вот смотрю уже нету одного еще камешка вчера я же смотрела эти лоты да еще один был одного нем сегодня уже двух не хватает убежал здесь вот так вот мы брошечка я так понимаю с возрастом определенным маленькая иголочка ну такая на мельницу похоже вот потом к моей птичке такая же вот загогулинка видите хвостик какой-то только этот поярче да ну вот что то такое же убежали от кого-то хвостики вот такое украшение такая брошка да хорошо застегивается мне кажется что она более современная это не эмаль или эмаль не знаю такое какое-то покрытие интересно вот теперь вот такое колечко тоже бренда никакого но видите здесь броширована так поверхность сделаны и очень вот эти мне нравятся застежки аккуратные такие наверное не застегну сейчас буду тут а вот видите она вот так раз и в середине и она поношенное но я думаю что это украшение такое более современное колечко тоже очень простое это моя ящерка не могу найти вот эти камешки я уже ее показывал в каком-то видео это гонконг они схема мадын схема но там какой-то бренд видите есть вот такая она очень красивая я ее достала потому что если сегодня успею покажу вам там один лот который мне нравится и почему я его купила вот такой цветочек но здесь нету замочка и в кулечке тоже не было на этой петельке я подумал что я буду делать может быть просто вытащу камни не знаю потому что на переделку у меня очень много изделий у меня просто нету физических сил я только делаю то что вот такой легкая да потом вот такой вот листик листик медный наверное да с каким-то покрытием и кстати и там подпись какая-то вот здесь вот стоит да я там не знаю таких не мастеров но и такое украшение знаете скромная потом лилия такая длине наверное более современная а может быть и нет но дело в том что тут должно что-то быть его нету и я не знаю что но я потом просто наберу лилии и посмотрю какие могут быть здесь но наверное какой-то камешек да этот конечно не подходит это просто кулончик я его разобрать на камни хотела об этом передумала потому что неудобно доставать да вот такой камешек выпал вот отсюда вот положу пока к маленькому и потом положу вещи коробочку и положу туда камешек чтобы знать вот такой вот листик очень мне на листике видите везет вот тоже такой очень обыкновенный простой листик с этой стороны вот так скромные такие украшения листочки есть еще вот эта брошечка эта брошечка такая интересная я вам скажу здесь плечики вот так как-то железка но она такое знаю я видите и ничего не нет никаких утрат просто простое как она носится нет прямо вот так вот камешки по бокам такие утопленные ну вот так вот делаем не знаю я бы подумала что это упаковка на коробках но когда коробку заворачиваю знаете вот мне так показалось теперь вот такой вот цветочек типа ромашки или что-то такое но этот мне кажется современный видите здесь все брошированное так красиво сделано очень аккуратно вообще абсолютно незанушенный новый красивый цветочек по-моему даже все камешки на месте но это конечно современное украшение я думаю так хотя может быть и нет я не знаток значит теперь вот такой вот листик кленовый и листик кленовый с именем сейчас скажу что там за ними одну секунду так это ничего не скажу то второй раз названием не попадается да но я его прочитать не могу она так расплывается мне тяжело прочитать вот так вот такой вот листик хорошенький к листикам да положим вот это такие старинные вот эти более старшего возраста в этом лоте это листики это дорога а это просто веночек еще один или колечко вот такое тоже я считаю современная бижутерия абсолютно поэтому она больше подходит а вот это мне очень нравится у меня что-то наподобие золотое было теперь вот такая маленькая брошечка планочка ну не совсем так планочка ну в общем простая такая да ну вот я такие брошки мне нравятся вот так вот лацком пиджака или кармашка и самое что интересное смотрите все камешки не просто вклеены они еще закреплены зубчиками я бы подумала тоже что это очень современная но тут есть работа хотя бы хотя бы не просто влепили а сделали еще зубчики да значит современные ювелиры тоже делал вот так вот хотя может быть я тоже ошибаюсь да и последнее в этом лоте украшение будет видите вот такая как бы звезда да и кто она я не знаю вот но в предыдущем каком-то видео я недавно тоже распаковывал вот одно или два видео обратно там было вот это видите здесь красный камни здесь белые синий приблизительно одинаково здесь жемчуг а здесь просто синие камешки вот пожалуйста две броши повторяются вот так вот это тоже современная я думаю так что я видите их оставила вернее достала эту из коробочки общий такой потому что увидела что будет вот это да и значит так уж не кулечки кроме маленьких видите камешек вот они это вот с этой брошки они очень маникусники и их очень много не хватает вот так вот не видно много не хватает поэтому я потом кулечка переложу их маленький кулечек да значит знаете что еще хочу вам показать не знаю успею не успею еще один лот которым которым я начну да потому что не утерплю я хотела знаете что вам показать у меня там пришла брошечка вот видите вот это там был лот и я видела что она есть она лежала на переднем плане зацепила за нее тут вот но она такая так сказать не непонятно и я так подумала что она серебро покрытое золотом да но потом видите вот с этой стороны вот но меня засмущал вот этот вот крючок конечно да я не знаю это какие-то может быть мастера не знаю старинные не старинные этого и вообще ничего сказать не могу но думаю что возраст есть у нее определенное но здесь потом я разглядела видите вот тут стоит проба девять карат золота и там на такой маленький хвостик они наштампеливались только штампиков да там и кто производитель но там надо просто смотреть я говорю мне тяжело даже с лупой и можно узнать даже в каком году приблизительно она сделана вот эта брошка золотая и камни по моему синие такие темные сапфиры я думаю вот так что мне повезло и получилось девять карат я вообще золото не люблю и не как бы не знаю я почему делают такие есть украшения девять карат красивые приходится себе отказывать в покупке так что вот сейчас я немножко все пододвинул чтобы положить еще что-то из лотика следующего дам чтобы не только брошечку показать похвастаться и все я хочу еще что-нибудь вам показать да ну вот этот лот хотела показать из-за этой брошки видите как у они все вот она тоненькая я бы подумала что это колечко золотое но видите замочек слишком простой от бижутерии а это уже ювелирное изделие теперь в этом же лоте сейчас покажу вам пришла мне видите вот ромашка или астрок как я ее говорила но тоже показывала вот эту здесь видите улетела пчела да куда-то делась пчела ну вот так вот ну можно что-то другое сюда поставить я просто тоже оставила что хотела показать что очень много повторяется видите украшений когда покупаешь в этом лоте пришел мне вот такой вот цветочек да вот смотрите вот он а до этого я вам показывала вот этот цветочек в давнишнем видео но смотрите да вот этот я покрыла простым лаком чтобы оно сыпалось я не хотела мне было жалко и я покрыла да это давно я показывала а вот это в этом лоте я только просто посмотрела почистила видите здесь ну это не кто-то красил это оригинальная краска да потому что там есть они красили просто сверху да я там все рассматривала вот видите он должен быть тоже бордовый так что вот у меня теперь двойная брошка брошь такая пакетика два видите вот тоже ну что я люблю да я люблю двойную лошу теперь хотела показать вам вот эту брошку из этого лота это тоже она мне я ее когда увидела лот мне очень понравилось мне понравилось что она такая видите вот такая вся она при работе намудренная да и камни разноцветные надо ее конечно помыть почистить и видите даже камни не просто вот до суда а и туда вот заходят в общем вот так вот есть работа и брошка не избитая насколько мне кажется я таких не часто встречала еще один теперь в этом же лоте была вот такая веточка я бы подумала что это веточка наверное винограда ну или что это может быть такая веточка не знаю наверное виноград хотя как-то ровно ложатся все виды не знаю такого фрукта да но видите как с этой стороны сделаны такая как бы как булавка как бы булавка впаянная да но видите жемчужинки вот вот грязь вот грязь и тут они так заношенные лежат и это такая же была испачкана она у меня не терпелось и я вот потихоньку вчера ее очистила да ну вроде бы получилось и не так она ну неряшливо выглядит да но бусины потертые вот видите как ну конечно наверное ничего делать я не буду и клей здесь есть и одну бусину я чистила вчера видите от клея вот она отклеилась и там внутри был такой желтый клей некрасивый я все почистила ну мне было интересно я так решила что все это можно спасти вот и я если буду бусины какие-то переклеивать конечно я постараюсь поставить на лицевую та сторона которая не потертая а вниз пойдет потертая ну вот такая мне понравилась да очень брошки тоже вот это вот это это те вещи которые мне в эти посылки понравились ну и конечно же вот это она такая малютка но она даже вы знаете сразу по металлу видно что это не бижутерия а ювелирные украшения хотя я иногда бижутерию называю ювелирными украшениями вот что еще вам показать ну хочу показать вам солнце у меня есть вот такого плана как они сейчас одну секунду клипсы да ну там конечно солнце не такое как я его называю но вот так вот да вот такая она здесь брошировка тоже бренда никакого очень-очень тяжелая но хорошо держит замок тоже думаю что современное более украшение только может быть бренд и качество там ну не бренд а компания вернее да получше вот так что такое солнце у меня теперь есть вот значит потом вот такая снежинка да эта снежинка у меня есть в красном тоне в красном цвете господи в красном цвете и в красном цвете она по-моему нету вот оттенка допустим голубой темно-голубой нет там все красное а здесь видите немножко ну камешки разные вот такая она с этой стороны потерта но надо расправить вот некоторые видите это надо просто потом внимательно посмотреть что куда не хочу сейчас потому что боюсь поломать очень не хочется потому что мне она нравится такая она видите снежинка-снежинка прям такая ну вот весь красный я доставала не все конечно двойные броши потому что вот такая у меня тоже наподобие есть только тоже другого цвета видите вот это вот работа заклепочная такая вот такая снежинка камешки очень мутные вот голубые вставочки блестят а вот белые как-то замутненные такие мне кажется что это стекло все-таки такие вот ну и наверное больше сегодня пока ничего не поставлю не покажу потому что не хочу затягивать длинное видео и так по полчаса вот видите и что-то тут не сходится брошечка старинная посмотрите какой камешек вот этот в середине и эти камешки очень редко бывает так что можно просто брать и одеть брошку если она старинная нет ну есть конечно это если ты покупаешь из коллекции они вот так вот из какого-то фонда и которые не раскладывают их скажем так украшения ну вот показала вам еще один вот половинку да потому что вторая половинка вчера пришедшая вторая половинка останется наверное на следующий раз вот видите вот покачалась и тут даже подписаны такие нежные цветочки нежная брошка но мне почему-то кажется что она современная вот не знаю почему видите хотя я не знаю подумала что это стеклышко но не знаю с этой стороны вот так вот все очень такая миленькая знаете такой нежный нежные цвета все нежное красивое но тяжелое 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 не знаю как такое носить ну вот если я со мной покажу в следующем ролике да ну наверное если успею покажу вам вот пожалуйста видите вот чистокровный проволочный вот проволока вот куда нельзя не дуть не шуршать вот видите это проволока такой клей то что-то или сами делали или где-то на задворках поднебесной ну есть такие брошки металлические а это просто проволока ну наверное кто-то сам сплю ну и на этой прекрасной ноте да давайте будем заниматься ремонтом и реставрацией украшений ну и многих других вещей вот на этой ноте мы и закончим сегодняшний вид украшений